Эта фабрика подобна улью. Работа здесь кипит с самого утра. Мастерицы, как пчелки, профессионально и быстро трудятся на конвейере. У каждой из них своя миссия. Так, к примеру, в создании одной куртки участвуют 80 женщин. Молдхан Зангеева много лет работала в торговле, а год назад решила сменить профессию. А зышвейного дела женщина знала. Здесь ее обучили остальным техникам. И теперь она трудится наравне с коллегами. Моделька, деталь, карман от куртки. Я вышиваю, была там, карман от куртки. Это вот часть куртки, можно сказать. Я удовольствие получаю, когда работаю здесь. Именно в этой сфере мне очень нравится. Мне довольна своей работой. Швейная фабрика начала свою работу пять лет назад. За этот период предприятие то работало, то снова замораживало свою деятельность. Глава Ингушетии особое внимание обращает на необходимость реанимации простаивающих предприятий. Среди них был и этот социальный объект. По мнению Махмуд Али Калиматова, его запуск не только благоприятно сказывается на экономике региона, но и позволяет снизить нагрузку на рынки труда. То, что зависит от главы, будет вам оказывать помощь. Мы будем помогать. Нормативные базы, они же являются инвесторами. Надо посмотреть, какие программы, нормативные базы, может ли какие-то льготы, может ли что-то еще. Я не знаю, есть же такая ситуация, если вы прорабатываете. И помогайте им. Они, понятно, будут там, они бизнесмены, но в любом случае государство помогает, понимаете. Они же вон берут там какие-то заказы, там, а для них производство. Они расширяться не будут, если у них не будет заказа. А заказы им нужны, люди нужны. А люди, если не нужны, значит, им надо, чтобы они платили. Возьмите под особый контроль, ребят, это, это, две проблемы. Возьмите их на особый контроль. И мне нужно, какие-либо льготы им положены. Что может правительство им дать? Они-то свое будут делать. Сегодня начали делать. От них тоже документы нужны. Они же должны обосновать, и надо сказать, какие документы от них нужны. Пусть они готовят пакет документов сегодня, может, летом нужно будет. Пакет документов. А потом, юристы есть у вас? Есть. Берите, значит, сопоставьте, работают с Минэкономикой. И ведь пример отвечает за вас. Местным властям в тандеме с инвесторами удалось вновь наладить работу на объекте. И даже сегодня, несмотря на санкции против России, фабрика не снижает обороты. Предприятие больше ориентировано на внутренний рынок. Махмуд Алимакширири постоянно нас посещает. Он нас не оставляет так. С самого начала постоянно приезжает, контролирует, проверяет, как мы работаем. И действительно, они ведут нас. Скажем, я говорю, они помогали нам с заказчиками. С июня месяца. Ну, где-то считайте, что мы год уже работаем полноценного. Ну, за этот срок мы уже где-то отшили больше 120-130 тысяч изделий уже отшили вот на этой фабрике. Ну, это, понимаете, объем зависит как от самого изделия. Есть более легкие трикотажные изделия. Есть более... Вот сейчас, например, вот мы шьем костюмы для нефтяных компаний. Это сложные костюмы. Естественно, количество там, конечно, не так, как выходит, как в трикотажных изделиях. Но все равно месяц, где-то 7-8 тысяч объемов делаем этих костюмов тоже. Детская одежда, легкие платья и даже сложные мужские костюмы. Ассортимент изделий постоянно пополняется. Также множество заказов, связанных с профессиональной формой врачей, пожарных и многих других. На данный момент фабрика работает над большим спецзаказом для «Газпрома». На последний год у нас крупные заказы были от «Глория Джинс», «Роснефть» и «Газпром». На данный момент, за последний год примерно, мы занимались пошивом именно спецодежды. Но планируем выйти на пошив брендовой одежды. Пока штат еще не до конца укомплектован. По итогу только за швейными машинами будут сидеть 850 человек. Это помимо разнорабочих и закройщиков. Общее количество трудоустроенных должно достигнуть полутора тысяч человек. Инвесторы подчеркивают, работа на предприятии не тяжелая. Условия благоприятные, а обучение бесплатное. Зарема Ивлоева, Адам Далаков, Новости 24.